Здравствуйте! По-моему, в 2015 году исполняется 52 года со дня гибели в Далласе президента США Джона Кеннеди. И официально был признан его убийцей Ли Харви Освальд, который некоторое время жил в Советском Союзе, потом туда вернулся, пытался уехать на Кубу. Но вот, кстати говоря, комиссия Уоррена отмела как-то все варианты с отсылом КГБ к заговору советскому, кубинскому, но всё-таки как-то всё пропало. Прошло много времени, а всё это время загадка гибели президента будоражит умы, продолжают работать независимые исследователи. И вот эту тему нам поможет осветить американист, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Васильев Владимир Сергеевич. Здравствуйте! Здравствуйте, Владимир Сергеевич! Ну так вот, что нового сейчас известно стало про давно? Я прежде всего хочу сказать одну вещь в развитии вашего тезиса. На самом деле эта тема является до сих пор актуальной. И в Соединённых Штатах Америки, в частности, в последнее время была предпринята ряд попыток, таких робких, вернуться по-прежнему к старой версии 50-х годов, что за покушением или за убийством Кеннеди могла стоять и советские, и кубинские органы. Так что эта версия, как бы, понимаете, вот по-прежнему, как вот в современных условиях, вот учитывая ухудшение наших отношений, вдруг стала опять реанимироваться. Поэтому то, что мы с вами говорим, это не совсем история. Я хочу сказать в этой связи следующее, что в Део Марляне есть университет, где есть исторический факультет, где один профессор американский преподает курс убийства Кеннеди. И он начинает, там приходят молодые, естественно, американцы, и он начинает свой курс показа двух фотографий. Он показывает фотографию Кеннеди и говорит, кто это такой. Ну, это как бы студенты, которые, знаете, родились 20 лет назад. Они говорят, ну, это президент Кеннеди. Дальше он показывает вторую фотографию. Это фотографию Освальда. Говорит, а кто это? И вы знаете, все студенты дружно отмечают от курса к курсу. Это ли Харви Освальд? То есть вот события в Далласе как бы навсегда связали Кеннеди и Освальда. Они действительно вошли в историю. И когда мы говорим, скажем, о Кеннеди, подспудно всплывает личность Освальда. Вот они как бы вместе соперничались. И Освальда, ли Харви Освальда, как бы знают все. Вот он действительно вошел в историю. Последние годы, которые предприняли американские исследователи подробное изучение тезисов комиссии, был сделан вполне определенный вывод о том, что та винтовка Манлехер-Каркана, которая приписывается Освальду, из которой он убил президента, не является винтовкой Освальда. Так, что это значит? И это значит примерно следующее. Это факт очень интересный. Вот то, что фигурирует, и то, что было представлено в комиссии Уоррена в документах, это так называемое доказательство 1304 с этой винтовкой, это винтовка Манлехер-Каркана, назовем ее так, модификация B, длиной 102 сантиметра. В марте 1963 года Освальд, опять предположительно, под именем Хайделя, заказывает винтовку, которая вот продается, назовем ее винтовка Манлехер-Каркана, модификация A, длиной всего в 96 сантиметров. Эта винтовка стала поступать в продажу в Соединенных Штатах Америки где-то осенью 1962 года и продавалась весной 1963 года. Но та винтовка 102 сантиметра стала поступать на ружейный рынок США только осенью 1963 года. Прямо непосредственно перед убийством Кеннеди. Да, и поэтому нет никакой вероятности того, что она была в продаже весной 1963 года и что она по ошибке была продана Освальду. Это как бы сегодня ситуация, вот и выяснили американские исследователи. И в общем, даже в сегодняшних неких таких официальных вещах, это есть некая путаница, что да, мол, Освальд заказал одну винтовку, но ему каким-то образом случайно дали другую винтовку, а вот дальше мы и придём к очень важному доказательству, как это было сделано или оформлено. А вот эта винтовка Монлихера Каркана, это, кстати, итальянского производства, стояла на вооружении итальянской армии. Точно. И потом они со складов это распродавали. У нас тоже так в России распродают со складов старое оружие. Она, кстати, год её выпуска 1940-й, она ровесник Освальда. Освальд у нас родился в 1939 году. Что интересно, вот и, значит, как была оформлена сама покупка. Освальд заполнил по словам, по версии комиссии Уоррена. Он заполнил на имя Хайдаля, не Освальда. Это документ на имя Хайдаля. И комиссия Уоррена сказала, что это почерк Освальда, что графеологический анализ показал, что это написано рукой Освальда. Ну, оставим это на совести комиссии. Второй вопрос. Он приложил так называемый платёжный документ. Вот с платёжным документом это интересно. Это так называемая предоплата. Смысл, который состоял в том, что Освальд перевёл, вернее, заказал такой документ, и на имя фирмы было переведено 22 доллара. Смысл этой фирмы такой, что эта предоплата не шла за счёт человека, который заказал билет, а счёт за счёт банка. Поэтому, как только фирма получала соответствующую эту предоплату, она и выполняла заказ, потому что ей деньги заплатили. А расчёт с банком осуществлялся непосредственно в том месте, где заказчик получал по почте винтовку, и где он должен был внести, каким-то образом расплатиться наличными или ещё. То есть погасить задолженность перед банком. Так вот, комиссия Уоррена никогда так и не смогла представить две вещи. Первое. Этот документ, который фигурирует в докладе комиссии Уоррена, платёжный, так никогда и не был обналичен. Он так и остался неоплаченным. Никто не оплатил этот документ. И второй очень важный момент. Комиссия так и не представила документ. Каким же образом документ или посылка, посланная на имя Хайдала, была получена Освальдом? Потому что здесь возникает вопрос разницы имён. И каким образом на почте, какие документы были представлены для того, чтобы эта винтовка соответствующим образом была вручена Освальду. Потому что в следующий момент, где эта винтовка всплыла, она непонятно даже где всплыла. Она, скажем, всплыла в полицейском управлении Далласа. Она, в общем, не была найдена у Освальда. И в тех показаниях, которые Освальд давал во время своего допроса в полицейском участке, он отрицал, что у него вообще есть какая-либо винтовка. И какую он покупал. Совершенно официальный текст, в частности, вот комиссии Уоррена. На странице здесь 518 вы можете прочитать одну очень важную вещь. Что парафиновый тест или испытание на парафины на предмет пороховых газов чётко показало, которое было произведено в полицейском участке, что Освальд стрелял из пистолета. Это соответствовало действительности. Во время задержания в кинотеатре он использовал пистолет. Кстати, выстрелил, но ни в кого не попал. А как же убийство полицейского ему приписывают? Нет-нет, это уже опять начинается интерпретация, но мы не будем говорить. Всё-всё-всё-всё. Мы говорим сегодня о тех доказательствах. И второе доказательство, да, парафиновый тест. Освальд из винтовки не стрелял. То есть парафиновый тест лица на наличие пороховых газов на лице, которые остались, потому что если бы Освальд стрелял из винтовки, показали этот тест отрицательным. Освальд был убит 24 ноября. То есть тогда, когда он только ещё находился в участке, и когда только начинался сбор всех материалов по его причастности, ему были предъявлены обвинения. Но каких-либо серьёзных, может быть, доказательств не было. И вдруг, несмотря на то, что этих доказательств не было, происходит то, что происходит, и 24 ноября, воскресенье, во время перевозки, как раз в цокольном этаже полицейского участка в Далласе, на глазах всего мира его убивают. Встаёт один очень важный вопрос. Если Освальд действительно был убийцей, то встаёт вопрос, зачем вообще надо было его убивать? Потому что требовалась простая ситуация. Довели бы дело до суда, представили бы все доказательства. Нет, ну убил его, дескать, просто простой американец, иммигрант из Белоруссии, Яков Рубинштейн. Вот он пришёл и возмущён, содержатель ночного клуба, возмущён, из револьвера его выстрелил. Борис Сергеевич, это всё абсолютно правильно. Потом он сел и умер от рака. Но встаёт очень важный интересный вопрос. Если пока ещё на тот момент, скажем, можно было говорить о причастности Освальда к убийству, но не было каких-то доказательств, то тогда вообще вставал вопрос о том, что, может быть, его надо было бы убить только лишь тогда, когда уже стало, может быть, вырисовываться, что не складывается доказательная база. Что и произошло. Марк Лей, разбирая все обвинения, это адвокат, который наняла мать Освальда, Маргарет Освальда, для того, чтобы он защищал её сынок, потому что она была уверена в его невиновности, он, как бы, разбирая аргументы доклада комиссии Орена, которые были опубликованы осенью 1964 года, пришёл к выводу, что если бы это дело было представлено в суде, оно бы развалилось. Это доказательная база совершенно однозначно. То есть она была недоказаемой. Кстати, отпечатков пальцев не было на винтовке? Отпечатков пальцев вначале вроде не было найдено на винтовке, потом появился какой-то малопонятный отпечаток, и, в общем, всё это как бы, вот опять, всё очень недоказательно. Отпечатков не было? То есть всё очень слабо доказательно. Но получается одна интересная вещь. Освальда вот убивают так, как будто уже было ясно, какая это его роль. Потому что и тогда, если всех спросить, а почему Освальда убили? А убили его по простой-простой причине. Ну, понятно, всё свалить на мёртвого. И тогда, в общем, всё поставится на свои места. Вот истинная роль Освальда в этом деле. А так, в общем, это человек, который оказался не в том месте, не в то время, ну, вот, как вы сказали, был в России, ещё там что-то, вот на него всё и взвалили. Но здесь встаёт другой вопрос. А если Освальд не убивал? Если Освальд не стрелял, то тогда кто стрелял? Значит, кто-то всё-таки проник на шестой этаж, кто-то произвёл выстрелы, кто-то там находился. А вот здесь надо иметь в виду одну очень важную вещь. Освальд, его рабочим помещением был шестой этаж. Он работал на шестом этаже. И на шестом этаже были найдены многочисленные отпечатки пальцев на тех ящиках, которые, в частности, легли в основу, на основании которых было создано снайперское гнездо. Тогда встаёт другой вопрос. А если... Да, и как можно было проникнуть незаметно и уйти незаметно со склада, допустим, этим убийцам, если бы они не имели какого-то наводчика в рамках, скажем, этого склада? А поскольку связь сегодня Освальда с американскими спецслужбами практически является доказанной, то встаёт другая ситуация. Освальд был, по всей видимости, использован в тёмную. Ему, по всей видимости, сказали, что да, приезжает Кеннеди, готовится по всей видимости покушение на президента, надо усилить его охрану. Вот поэтому принято решение разместить дополнительное количество снайперов или охрану вот вокруг, то есть вокруг этой площади. Не будем сейчас говорить, эта площадь как бы даже по всем параметрам была такая уязвимая. И Освальду, по существу, и по всей видимости, на Освальда вышли его кураторы и предложили ему, как говорится, помочь вот организовать эту дополнительную, провести этих снайперов и организовать вот этот дополнительный пункт охраны президента. Но если вот эту версию принять, тогда мы сразу, сразу, да, и вся эта история с Типпетом становится понятной. Освальд должен был быть убит при задержании. Типпет – это полицейский, которого якобы Освальд убил. И к тому времени, когда уже был объявлен то, что называется план-перехват, все полицейские знали, Освальд – это тот человек, который предварительно убил президента и убил полицейского. То есть все было сделано для того, чтобы его убить при задержании. И вдруг этого не происходит. И вдруг мы начинаем, если сегодня наши заговорщики сидят вот так, как сидят, они вдруг с ужасом начинают понимать, что если Освальд завтра начнет давать показания, то он может стать героем Америки. Он раскроет заговор. Он по всей видимости хорошо знает тех кураторов, которые на него вышли. Более того, он знает убийц или убийцу. Есть сведения, что на шестом этаже было два человека. Он может их описать, и он может дать им характеристику. Все держится только на одном. Освальд скажет, ну да, я их привел. А вот на этой тонкой грани все и базируется. Раз ты сегодня привел, ага, значит, ты и участвовал, ты стрелял. Вот почему Освальд сегодня не знает о том, понимаете, что ему начинать говорить. Потому что если он начнет как бы говорить, что он вот участвовал, то понятно, что на него и возложат ответственность за это преступление. Но если его будут уж очень сильно прижимать, а его переводят в тюрьму, и там по всей мести до него уже никто не достанет, если там будет на него оказано давление с точки зрения, чтобы он рассказал всю правду, он может начать рассказать всю правду. И тогда заговорщики оказываются в совершенно фантастической ситуации. Они действительно могут быть раскрыты. Тем более, может, вывести просто время, назвав людей, назвав каких-то кураторов и пустив еще следствие по дополнительному следу. И вот тут вот я должен сказать одну очень важную вещь, что именно это лежало, может быть, в основе того, почему, как говорится, Освальда надо было убить сразу и буквально в любой момент. Он был носителем важнейшей информации, которая помогла раскрыть заговор. Он действительно как бы был участник этого заговора, но использованный вслепую. В этой связи я хочу сказать те моменты, которые будут быть в заключении, такие, чтобы понять всю ситуацию. Похороны Освальда состоялись 26 ноября. На кладбище Форта Уорта, это недалеко от Далласа, это была очень скромная церемония. Участвовала только Марина Освальд и его мать. Был большое количество охраны. И вот сам гроб не открывали. Верхняя крышка имела только такой небольшой люк. То ли он открывался, то ли не открывался. Тут я не выяснил до конца. Но во время прощания Марина Освальд вдруг приходит к выводу, что человек, который лежит в гробу, это не ее муж. Это не ее муж, это другой человек. Проходит какое-то время, и она решает обратиться к американским властям с просьбой произвести эксгумацию могилы Освальда. Надо сказать, что по американским правилам, а может быть, учитывая вот эту специфику, ее обращение должно быть именно на имя президента США. Ну, вряд ли она обращалась к Джонсону, она обращается к Никсону. В 1969 году отказ. В 1974 году после Никсона приходит Форд, она обращается в администрацию Форда. Отказ. В 1977 году приходит Картер. Отказ. А вот когда в 1981 году приходит Рейган, вдруг получается разрешение. Пожалуйста. При этом надо учитывать, учитывая специфику, могила Освальда была очень специфической. Она была сделана как саргофаг, где было такое бетонное ограждение, куда был сам положен гроб, а сверху была положена довольно массивная плита. В последний путь в 1963 году Освальда сопровождал патологоанатом вот этого госпиталя партнерского, или тот, который обслушивал. Он был последним, который положил Освальда в гроб, там запечатал, и он же присутствовал при, соответственно, похоронах. В 1981 году, когда началась официальная процедура эксгумации могилы, патологоанатом жив, и он, собственно говоря, тоже присутствует. Не то в один прекрасный день, не то в один прекрасную ночь. Он, так сказать, тоже присутствует с самого начала этой процедуры эксгумации. И что видит наш патологоанатом, когда верхний слой земли снят? Он видит, что плита сдвинута, и кусок плиты отколот. Тут до нашего патолого доходит, что, оказывается, наверное, могилу уже вскрывали. После этого, в 1981 году, на протяжении полугода, шла официальная процедура опознания. И, наконец, где-то в конце 1981 года было сделано официальное заявление, что человек, который лежит в могиле Освальда, это Освальд. Это замечание было сделано, это заключение было сделано на основании анализа его челюсти, то есть стоматологического анализа, которая сохранилась с того времени, когда Освальд служил в морской пехоте США. Вот тогда была заведена его стоматологическая карта, были сделаны соответствующие стоматологические снимки, и вот по этим снимкам и было сделано заключение на основании костно-челюстного анализа, что этот человек действительно Освальд, потому что этот челюсть принадлежит Освальду. Но что видит наш патологоанатом? Он видит о том, он видит такую картину, что череп этого человека подвергся трепанации, а он хорошо помнит, что в 1963 году того человека, которого он сам положил в гроб, никаких повреждений или никакой трепанации черепа не имел. И тут наш патологоанатом понимает, что для того, чтобы произвести замену челюсти или замену челюстей вот таким вот образом, для этого и надо сделать операцию трепанации черепа. Вот просто так ее не заменить. И таким образом, по всей видимости, эти челюсти и были заменены. И были вставлены уже действительно челюсти вот того Освальда, которого все знали как морского пехотинца и который был соответствующим. Ну, которого как бы все знали. Который ездил в СССР, жил в Минске и женился на Марине. Вот, вы понимаете, таковы вот новые, очень интересные детали или новые какие-то подробности, которые всплывают во всем, казалось бы, самом простом деле. Ну, что я все простое делаю? Ну, что тут... Какие вообще проблемы есть с Освальдом? Да никаких. Ну, жил вот такой вот клерк, работал он на складе учебников. Ну, в один прекрасный день в голову ему пришла идея убить президента, и он ее выполнил. Да, он единственный убийца. Вот он был застрелен через два дня на глазах всего мира. Ну, и в чем тут проблема? Ну, вот эти события, которые произошли, понимаете, или вот эти новые данные, которые были получены, они до известной степени как бы вот запутывают ситуацию, не дают возможности нам сегодня, может быть... То есть, то, что происходило в Далласе в эти дни, может быть, было гораздо сложнее, гораздо запутаннее и очень малопонятнее. Ну, есть еще один момент, который я, может быть, хочу сказать. Скажите. Почему возник еще проблема Освальда? Вот опять. Ну, хорошо. Если бы сегодня было доказано, что Освальд ни при чем, там встал вопрос, а вообще кто тогда? И вот вы знаете, тут есть одна очень интересная проблема, что если бы, поскольку выстрелы приводились из склада учебников, то тогда надо было, наверное, предъявить кого-то с этого склада. Понимаете, вот работники этого склада это абсолютно комедийные, понимаете, персонажи, которые иногда так, ну, этим бы бутылку виски, хамбургеры для закуски. Вот если бы их предъявить, то помимо их стрелковых качеств у всех бы создался один вопрос. А что им поделось? Что их сподвигло убить президента США? Вот в отличие от русского и кубинского следа Освальда, в отличие от его заявления, что он марксист, что он разделяет это учение... Еще в морской пехоте служил, значит, уметь стрелять. Я уже даже не говорю о том, что он служил в морской пехоте и, соответственно, имеет навыки владения огнестрельным оружием. Спасибо. Вот спасибо и вам, дорогие зрители. Видите, вот дело давно минувших дней до сих пор будоражит мозги и до сих пор остается актуальным. Всех благ.